Сегодня депутаты Горсовета утверждали бюджет Красноярска на будущий год. Сразу несколько народных избранников еще до голосования заявили, они не поддерживают главные финансовые документы и намерены голосовать против. Бюджет на 2014 год принимали несколько часов, как будто случайно. В самом начале докладчика спросили, что будет, если народные избранники проголосуют против. Им пояснили, остановится финансирование, бюджетники, у которых и так самая маленькая зарплата, с 1 января не смогут получить надбавку. Бюджет в этой редакции рассматриваем терминах «бухенвальский паёк» и голосовать за него не будем. Надеюсь, администрация и лично глава города сделает из всего услышанного далеко идущие выводы. Спасибо. Аплодировали лишь коллеги по фракции. Казалось, зреет очередной скандал, но когда началось голосование, большинство депутатов нажали кнопку «За». Когда результаты появились на экране, представители патриотов России потребовали переголосования. Мол, они неправильно поняли, за что именно голосовали. Решение осталось прежним. Бюджет Красноярска на 2014 год принят. Попытки отдельных депутатов превратить в политический митинг сегодняшнюю сессию не удались. И, наверное, это и неправильно. Потому что, когда люди путают 367 миллионов с 367 миллиардами, это повторяется уже дважды, это говорит о том, что нам надо продолжать просветительскую работу. Доходы городского бюджета – 28 миллиардов рублей. Расходы впервые за последние годы на том же уровне. 28 миллиардов 100 миллионов. Для сравнения, в прошлом году дефицит был 1,2 миллиарда. В администрации уточняют, это результат экономии и своего рода подушка безопасности. Дефицит можно будет увеличить. Больше половины расходов связаны с майскими указами президента. В будущем году в Красноярске построят 22 новых детских сада. Почти полторы тысячи семей переедут из ветхого жилья. Будет построена, в лучшем случае, всего одна новая школа. В майских указах о новых школах ничего не сказано. Евгения Безбородова, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.